друзья всем привет что нас очередной квест у нас у меня вот вам еще один минус жизни в деревне и работы в сельском хозяйстве машина работает если что сейчас я вам все покажу ну первый минус вот я не знаю что тут видно телефон очень плохо снимает белое и ветер приехал вчера трактор но он не почистил а закидал все алексей что смог тот почистил вот сейчас попытаюсь выехать потому что мне нужно в город ну а второе должны мы были с алексеем ехать он сегодня в первую смену а потом мне позвонил и сказал что его оставляют до вечера на работе потому что там кое-кто ушел в отрыв сами понимаете такое случается часто с некоторыми вот и так как сегодня мы ну сегодня воскресенье и мы специально распланировали так что мы вечером поедем город что делать мне приходится ехать одной что на неделе мы не сможем туда попасть у нас вот свои планы в общем ребята все усугубляет с тем что вот сейчас ну нету снега он видите все как хорошо почищу окошечко но каждые 15 минут идет снег причем такая метель конкретная я не знаю что там делается на дороге на трассе и везде почему мы хотели ехать с алексеем хоть в случае чем хоть вытолкать сможет а я щас одна что будем пытаться ну что готова выехала прям быстро всего один раз пришлось тут переключиться все еду в город кто-то тут идет гуляют даже люди в такую погоду ну что проехать конечно можно город едет не стоит но сегодня все таки воскресенье и так много народу больше всего мне нравится я не знаю вам видно или нет но идет снег причем так нормально тогда вот такой идет снег а прогноз погоды пишет что снега нет и не будет течение ближайших двух часов как вам это нравится вот так вот приехала наш любимый торговый центр машин просто не негде припарковаться уже припарковалась в самом конце уже парковки может в пять рядов стоят и что-то не поняла что происходит все сегодня случилось такое последний день распродажи стройматериалов или что такую погоду я пришла сюда совсем не застрой материалами вообще не знаю если здесь то что не нужно сейчас посмотрим вот такой нам нужен котел немножко не такой нам нужен котел ладно народу здесь сегодня какой-то ужас после шапки конечно жарко в шапке в магазине вот что не догадались зачем нам такой котел у нас вчера очередной случился бум-бум тыг дым и так далее лопнула вот эта емкость в бане в которой у нас грелась вода на печке утка большая кастрюля у нас была советская еще все приказал долго жить советская кастрюля не знаю там сколько было литров много большая была кастрюля теперь нам срочно нужна емкость мы там пока приспособили конечно ведерчик но нам срочно нужна емкость для вот нагрева воды в баню в общем я я чуть не поняла почему сегодня здесь только народу видимо все ждали пока будет перед их в этом снегу завал их снега а все равно вот вон все равно идет снег не знаю вам видно или нет завалено все еду продуктовый а там сейчас тоже вон но он же тут рядом просто не нужно на другую парковку переехать и там сегодня 50 процентной скидки мама дорогая я представляю что там творится но раз уж я приехала помните песню предчувствие его не обманули вернее это из мультика смотрите как мне удалось припарковаться а прям вход и прям я тут а но тут конечно на парковке тоже жесть сейчас попробую войти вовнутрь ну как я и думала на кассах аншлаг вот это вот кстати постельная этот подушки одеяло мы тогда покупали их кати тоже была скидка одеяло 2790 ну это меньше тысячи 702 на 210 меньше тысячи в российских подушки 990 300 рублей вот видите какие скидки мне тут уже третий день наверное все кто хотел уже все купили но на кассах аншлаг 2-2 веника у нас остался один веник на 4-летнем как-то так два вот уже спасли в общем то есть один веник и кольца на зиму вот еще два взяла дубовых еле нашла и березовый липовой алексей верил дубовый какой такой вот новый появился с тыковками ну и семечками с тыковками попробуем, попробуем интересненько масло бы он подешевел у нас 17 кг мы все время выберем здесь 450 грамм вот основные эти все свои цены 7,15 это где-то 210 рублей российские примерно есть из-за размечения у нас есть у нас есть мандаринки 3 часа вылез а вроде ничего нужно выбирать конечно не надо но можно и выбрать манюк Клубника, 5.65, без волосы, со скиллочкой, ну что, цена дешевеет. Клубника была, что-то там около, не знаю, 1.10, наверное, что-ли. За такой лоток, а теперь 5.65. Квест по закупке продуктов закончился успешно, и мне так повезло, там еще кассу открыли, я там оказалась третья на этой кассе, вот, прям раз так и быстренько. Сейчас пока стояла там вот в очереди, все думала, ну много читаю, там на Дзене или видео смотрю, вот все там, ой, мы там прям во всем себе отказываем, питаемся, там втроем, ну там ужин на ребенок на 20 тысяч рублей в месяц, только на продукты. Вот, вот у меня сейчас получилось 1800, я в российских буду говорить, 1800, я набрала всякой фигни, если честно, то, что можно было не брать. Из них, из этих 1800, 300 рублей это веники, два веника. Вот, считайте, продукты это 1500. Причем из этих продуктов, вот сейчас я приеду домой, вам специально покажу, что я купила. То есть из этого можно было почти ничего не покупать, ну там кроме курицы там, допустим, и хлеба. Вот, то ли в России так сильно подорожали продукты, что пишут, что прям вот там на двух взрослых ребенка 20 тысяч, это прям вот, прям чики-пуки, прям вот ничего лишнего не покупать. То ли что, вот напишите мне, что ли, что, а то еще в Россию приедем, а там может вообще уже. Ну что я вам могу сказать, прогноз погоды, нет снега, вообще нет снега, я не знаю, вы что-нибудь видите или нет, я вообще ничего не вижу. Да, девочка, такая метель, в общем, но матрасик у меня просто умничка моя, видите, у меня есть. Матрасик, я его зову Матрасик, а Леша ее зовет Матрешкой, у меня он мальчик, а у Леши девочка. Такой у нас машинка гермафродит, прям вытащил меня из такого сугроба. Ой, люди, я думала, что все. Короче, вот, все, я дома, ну тут просто снова. Ладно, продукты куплены, все, уходим в берлогу. Давайте смотреть, чего я тут купила. Вот вам стоимость, 62 рубля, 42 копейки. Забыла, кстати, скидочную карточку. Ну вот, примерно умножаем на 30, примерно, и это будет 1800 рублей. Ну, из них вот веник, вот веник банный дубовый. Ух ты, а он вообще 681, а там было 471, видимо, я не тот ценник посмотрела. Вот, почти 7 рублей веник. Так что он еще, получается, не 300 рублей два веника, а 400 даже с небольшим, наверное. Поэтому от 1800 уменьшаем, вычитаем 400 рублей и получаем 1400. Что у нас получилось на 1400? Ну вот, мармелад, такая небольшая упаковочка. Это я себе беру, в чаю. Мармелад у нас... Так, где у нас мармелад? Вот, рубль 34. Рубль 34. Это где-то 31 рубль на российские. Вафельки вот эти я беру Алексею. Я вафельки почти не ем никогда. Редко-редко могут быть парочки, он зато любит. Вот. Ну, как бы это я вот считаю, знаете, это так, уже баловство. То есть без этого можно обойтись, да? Так, вафли. Вафли рубль 22. Рубль 22. Ну, вот. Это тоже примерно 31 рубль. Ну, то, что вот уже конкретно для еды. Сердечки. Ценник тут вот 4,18. Если это ценник. То есть это где-то 120 рублей. Так, сейчас я проверю. Сердце... Да, 4,18. Вот. 120 рублей. Кетчуп. Махеев. Лечо я всегда беру. Кетчуп у нас получается 3,21. Ну, около 100 рублей российских. Курица получилась на 10 рублей. Это где-то 300 рублей в российских. Вот. Цена. Масло я вам показывала. Это где-то 200. Там со скидкой 210. Дальше я взяла себе вот вкусняшку. Вот такую. Достаточно дорогая вещь, я считаю. Ну, 5,59 за 290 грамм. Вот такой бачок из печи запеченный. Ну, это мне на бутербродике. Вот. Сливочный сыр. Он тоже, по-моему, около 100 рублей. Если я не ошибаюсь. Да, 3,36. 3,36 за вот... Сколько тут? Ой, 200 грамм. 3,36 за 200 грамм. Ну, это тоже на бутерброды или там что-то посыпать. Еду какую-нибудь. То, что при приготовлении. Вот. Йогурты вот эти вот я очень люблю. Это просто очень вкусный йогурт. Вот нашего этого молочного мира. Если у вас продается такое, прям советую. Вот. Очень я их люблю. Вот взяла с разными вкусами. 4 штуки. Ну, вот это я тоже считаю баловство. Как бы... Ну, конечно, если ребенок, то да, ребенку возьмешь йогурт. Ну, взрослый может без этого обойтись. Ну, вот все равно. Значит, йогурт. Йогурт у нас получается 87 копеек. Это даже... Ой, господи. Где-то рублей 25-28, наверное, на российские. Так, мандаринов вот. Сколько тут, не знаю, получилось. Мандарин. Почти килограмм на 3,45. 900... 934. Вот. Вот. 934 грамм на 3,45. Ну, это тоже около 100 рублей. Тут плюс-минус. Ну, и вода святой источника. Она тут где-то тоже 32-35 рублей, если переводить. Ну, тоже я люблю. Вот газированная иногда так. Хочется так, знаете, так шикамнуть. С вареницем. Раз так. И лимонадик такой домашний. Ну, вот так. Вот этого всего, естественно, нам хватит. Не то, что на неделю. Больше недели. Да, я не покупала макароны, там, рис, гречка. У нас это все есть. Картошка, соответственно, у нас тоже все есть. Но, допустим, то есть вот этого всего. У нас еще есть мясо в холодильнике. Ну, свинина. То есть вот это, ну, как бы, скажем так, мясная часть. Это даже не на одну неделю, а где-то на две. Может быть, даже на две с половиной. Масло. Ну, да, масло на неделю, потому что у нас здорово идет. Ну, это, я считаю, баловство. Ну, и сыра тоже где-то на неделю. Ну, мы так его тоже редко иногда прям едим. Вот. То есть получается, что на этой неделе, по сути дела, мы больше... Ну, если только вот еще сходим в магазин, там, в среду или в четверг. Не знаю, что-то докупим там хлеба. А, да, я же хлеб не вытащила. Секунду. Еще же хлеб. О, еще что, не достало. Он у меня в другом пакете был. Так, ну, вот это тоже ржаной. Это вот я взяла себе попробовать эту вот тыковку. Что за новенький хлеб. Ну, и вот это вот у нас Алексей ест. Это для него. Берет на работу, ну, и дома тоже ест. Ну, вот, смотрите. Вот этот хлеб стоит рубль 29. И это получается, опять же, так, 30. Ну, где-то 31-32 рубля. Вот. Но он небольшой. 250 грамм. Как видите. Вот. А тыковка у нас что, получилось? 80 копеек. Ну, это тоже получается где-то рублей 27. Примерно. На российский. И вот этот вот огромный большой хлеб. Рубль 29. Так, стоп. Я вас обманула. Я вас обманула. Тыковка рубль 19. Вот. Тыковка рубль 19. Это получается 31 рубль. Хлеб пшеничный аппетитный. Это вот этот вот. Огромный. Тоже рубль 29. Это где-то тоже, ну, 31-32 рубля. И еще у нас что? Хлеб ржаной. Вот этот 80 копеек. Ну, хотя бы я правильно сказала. 80 копеек. Где-то рублей 27-28. Вот так. Ну, вот смотрите. То есть вот у меня получается на 1400 закупилась я продуктами. Ну, вот. И мне кажется, что даже если еще добавить там крупы, макароны, картошку, молоко. Ну, то, что у нас есть. Например, я сейчас не купила, да? И все равно получится. Ну, пусть вот еще 1000 рублей. То есть 2,5 на неделю. Я думаю, что это более чем достаточно. Учитывая, что, ну, вот. И половина вообще можно было не покупать. Вот. А читаю, и люди пишут. Ой, мы на 20000 прям вот не знаем, что вот прям схватаемся за голову. Я каждый раз придумываю, что мне приготовить, какие мне блюда приготовить. Вот. Думаю, боже мой, что ли в России все так сильно подорожало, что уже на 20000 троих не прокормить. Имеется в виду 20000 только на питание. Не больше ничего. Не одежда там, не квартплата, ничего. Только на продукты. Вот. Короче, пишите, друзья. Что там в России-то у вас делается? Ну, и напоследок хочу сказать о двух своих последних роликах. Они вышли достаточно такими неоднозначными. Особенно ролик про бабушку Нину. И ролик про то, что в деревне одни проблемы. Что бегите из деревни. Первый ролик про проблемы. Но он был немножечко шуточным. Наверное, многие это поняли. Но многие не поняли. Ну, видимо, вот из меня такой комик, что я не донесла до вас, что он шуточным немножко. Просто, знаете, все пишут. Ой, что? Рай просто на земле. Рай на земле. В деревне жизнь. Нет. Там нет рая. И вот начинается сразу. Да там вот это. Да там вот то. Ну, для кого-то, знаете, может быть, да, помыть голову в тазике. Для кого-то полная катастрофа. И, кстати, да, почему же я сама в тот раз не мыла голову, а ждала Алексея. Ну, такая была у меня шуточка небольшая. Но тоже эту шутку многие не поняли. Ну, такая я вот, да. Заторного из меня не получится. Вот. Почему же я ждала Алексея? Ну, друзья мои. Ну, это же приятно, когда тебе твой мужчина помогает помыть голову. Да? Ну, это же вот любовь. Разве нет? Ему приятно мне помочь. Мне приятно, чтобы он мне помог. То же самое я там в чём-то ему могу помочь. Ну, в каких-то таких вещах. Ну, что... И неужели вы не догадались, почему же я сама не мою голову, а жду Алексея. Что? Ты что, сама голову помыть не можешь? Могу. Могу, друзья мои. Но когда у вас есть любимый мужчина, ну, знаете, вот это вот... Показать себя слабой, беспомощной женщиной очень укрепляет отношения. Вот. Ну, а про ролик с Бабой Ниной хочу сказать вам вот что, друзья. Я, конечно... Это мне наука. Я не думала... Вот кот пришёл опять в коте. Ну, давай уже тогда. Да, я приехала из города, он соскучился. Всё. Здоровайся с людьми. Вон туда он, посмотри. Нет, не хочет. Он не понимает, с кем я тут разговариваю. Это мне, конечно, наука. Я не думала, что люди вот так начнут раздавать ярлыки налево и направо. И... Ну, мне было, честно говоря, знаете, как будто это в меня кинули обвинения. Мне было очень неприятно читать подобные комментарии. Я всё понимаю. Мы воспитаны... Наше поколение воспитаны в Советском Союзе. Полицая – это плохо. Староста – это плохо. После шапки видите, что у меня на голове. Вот. Работали при немцах – значит, это плохо. Это всё – это предатели Родины. Скрывались от армии – это предатели Родины. Ну, в общем, всё. Штампы – значит, это чёрное, это белое. Всё. Серединки быть не может. Ну, может быть, это и так. Но, друзья мои, вы забываете географическое положение данной местности. Это Западная Беларусь. До границы с Польшей здесь 15 километров. Немцы сюда вошли 22 июня. 22 июня они уже были здесь. То есть вот вы просыпаетесь у себя в доме, а у вас уже в деревне немцы. Потому что в 4 утра было наступление, да? И уже к полудню всё здесь было занято уже немцами. То есть люди даже и не поняли вообще, а что произошло-то? Что такое? Это во-первых. Во-вторых, до 1939 года, ещё раз говорю, здесь была Польша. Здесь был абсолютно другой уклад. Абсолютно другая страна, государство. Ну, собственно, капитализм, можно сказать. Не Советский Союз, не социализм, а капитализм. И люди здесь жили совершенно по-другому. Совершенно с другим укладом, с другим мировоззрением, с другими мыслями. И обвинять их вот в том, что... Потом пришёл Советский Союз. Два года. Всего лишь только два года здесь была советская власть. До начала войны, да? И, знаете, опять же, здесь такое место, что его постоянно туда-сюда завоёвывают. Как это... Красные пришли, белые пришли, будут грабить. Как в свадьбе в Малиновке, да? Знаете, такое. Вот и здесь то же самое. Сейчас красные пришли, завтра белые пришли. То одни захватили, то другие захватили. Это же середина Европы. Тут все туда-сюда вот так вот бегают все и земли захватывают. Ну, это я уж утрирую, да? Но вот так вот. Поэтому люди здесь жили. Естественно, знаете, сегодня советы, а завтра обратно Польша. И вот это... Заморачиваться вот этими политическими какими-то историями, ну, наверное, им было неинтересно, да? И, в общем, представляете, это же крестьяне, жители деревни. Самые натуральные крестьяне. Интернета, телевизора у них не было. Да радио-то, наверное, не было. Может, там в селе была одна радиоточка, и все. Поэтому вы так вот воспринимаете это с сегодняшней точки зрения. Ах, они такие сякие. Ах, как он посмел бросить семью, убежать в Польшу там и больше не появляться. А он больше не мог здесь появиться, друзья. Просто не мог. Он умер по документам. Нет его больше. Все, он мертв. Как он здесь появится? Что он скажет? Что вот так и так я умер, да, вот подделали документы. То есть, ну, и тогда все. В Сибирь. Знаете, конечно, осуждать этих людей мы вообще не имеем никакого права. Абсолютно. Потому что мы не знаем, как они жили, что они думали. Да, может быть, этот человек, я про отца бабы Нины говорю. Вот, там он в Польше шиковал, а здесь его семья осталась. Да откуда мы знаем? Он, может, волосы рвал себе каждый день на голове, там, не знаю, что вот такая ситуация получилась, что он разлучен с семьей. Откуда вы знаете? Да, может, он, я не знаю, там, плакал каждый день. И вы вот так вот ставите, вот, бабак, печать, плохой, этот хороший, этот предатель, этот то, этот все. Нельзя так. Нельзя так. Судить о людях можно, ну, как можно, да, какое-то мнение свое, наверное, составить о людях. Можно тогда, когда вы знаете кучу подробностей, знаете какие-то вещи из их жизни, знаете их, и то 10 раз надо подумать, чтобы вынести свой вердикт, что оттуда он плохой, а вот этот вот он хороший. А вот так просто из рассказа старой женщины, я, конечно, была потрясена, честно говоря. Знаете, я была очень поражена вот такими комментариями. Поэтому еще раз говорю, кто не видел этот ролик, кто будет еще его смотреть, не судите, пожалуйста, других людей. Потому что никто не знает, как бы мы повели себя в этой ситуации. Если бы вам грозила смертная казнь, да, за то, что, вот, как отцу бабы Нины, сколько писем вы бы написали? И что бы вы бы делали, чтобы избежать этой смертной казни? Вы подумайте об этом, а потом уже ставьте печати плохой, хороший и так далее. Вот, пожалуй, все, что я хотела вам сказать. До новых встреч. Пишите мне, что там у вас по ценам в магазинах, а то уже как бы начинают тут вроде по границе приоткрываться, и мы все-таки планируем местной поехать в Россию. И там сколько денег-то с собой брать, то может уже надо кучу денег брать с собой. Вот. Короче, всем пока. До новых встреч. Всем желаю добра, счастья, удачи, исполнения желаний, всего самого-самого хорошего. Подписывайтесь на канал, если интересно. Пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok